Совсем скоро на Балаковском стадионе Труту начнутся тренировки спортсменов, а в конце мая пройдут первые гонки. Все поклонники Спитвея с нетерпением ждут открытия сезона. Будут ли изменения в команде Турбины? Сколько соревнований состоится на Балаковском стадионе? На эти и другие вопросы ответил главный тренер СК Турбина Валерий Гордеев. Итак, что касается состава команд, то он не сильно изменился по сравнению с прошлым годом. Кулаков, Чалов, Бородолин, Морозов, Бома, Петраков, Соснов, Алонов, Щурин, Кайбышев. Это я назвал вместе с молодыми ребятами, которые в резерве. Все как в прошлом году. Добавится у нас только один молодой спортсмен Кайбышев. И этот парень будет саловатым. Там команды нет, и он попросился к нам, и мы его взяли. Будем смотреть, на что он способен. Сейчас спортсмены из Катурбина уже закончили этап общей физической подготовки. И все в ожидании того, как начнут готовиться к гонкам на треке стадиона. Основной состав у нас – это три спортсмена Кулаков, Чалов и Бородолин. Они сейчас находятся в Польше. У них контракты с польскими клубами. Они там уже тренируются, уже ездят на мотоцикле. То есть пошла уже, не сдавая тренировку у них, подготовка. Ну а мы заканчиваем сейчас подготовку техники, ремонт. Запчасти мы получили. И вот вся наша работа в этом и заключается. Финансирование спортсменов осталось на прежнем уровне. Поэтому Турбина надеется на спонсорскую помощь от балаковских минудобрений. Но уже сейчас команда готова к гонкам. Закуплены запчасти к мотоциклам, техника приведена в порядок. Что касается правил, то в них тоже практически нет никаких изменений. Единственное, что легионеров разрешили. Нужно приглашать иностранцев. Но это приглашают те клубы, у кого есть бюджет позволяет. Мы не планируем никого приглашать. Уже через два месяца, а именно 26 мая, на стадионе Трут состоятся первые гонки сезона. Спортсменов и зрителей примет обновленный стадион. Ремонтные работы на нем начались минувшим летом. В конце апреля балаковские гонщики начнут тренироваться на обновленном треке. Сейчас заказали мягкие борта. Нашим уже срок вышел, они 5 лет годные. Потом их надо менять. Вот сейчас нам пимзавод приобретает. Меняем полностью деревянный забор. На прямых участках с выхода, с виража и до старта будут вот такой забор из сетки. Более мягкий, не деревянный. Вот так правила гласят. Все это мы будем делать под международный стандарт, чтобы можно было проводить здесь и международные соревнования. В этом сезоне шанс дадут и молодым спортсменам, которым нужно нарабатывать опыт. Будем дорабатывать, накатывать их. Дадим возможность ему скупать в чемпионате. Без практики ничего не получится. Тренировки – это одно, а гонки – это другое. В этом сезоне на Балаковском стадионе запланированы 8 соревнований. Это этапы первенства и чемпионатов России. 26 мая у нас первое соревнование будет с командой «Октябрьская» из города Балаковка. То есть с города «Октябрьская». И участвовать в этом году в чемпионате России будет 4 команды. Это «Восток», «Октябрьский», «Мегалада», «Талия», «Тима». Чемпионат будет состоять из 4 клубов. Как отцениваете наши силы? Ну, будем бороться. Мы в прошлом году были вторыми. Несмотря на то, что у нас одного спортсмена забрали, ведущего, мы все-таки отстояли с вами второе место. Надеюсь, и ниже не опустимся. Будем бороться, естественно, за первое место. Стараться будем. Кроме этого, есть вероятность, что в сентябре у нас пройдут международные гонки. Кто составит конкуренцию российским спидвистам, пока неизвестно. Скорее всего, польские спортсмены. По словам Валерия Гордеева, это будет возможным при достаточном финансировании Балаковского спидвея.